Здравствуйте! Вы смотрите итоги дня информационного портала управда.ру. Меня зовут Дарья Сударева. Смотрите сегодня в выпуске. В Ульяновске пресекли канал сбыток контрафактного алкоголя. С убытками, но выживет. Сыкаем Сыче приказали долго жить. В Ульяновскую область приехали машины скорой помощи от Медведева. Большой брат следит за тобой. В Ульяновске реализуется проект «Безопасный город». 43 тысячи литров спиртосодержащей жидкости, 6 тысяч бутылок водки и около сотни коньяка. Большой улов обнаружили ульяновские правоохранители на складе в Теренгульском районе. Оттуда контрафактный алкоголь попадал на стол ульяновцам и самарцам. Сотрудники управления МВД и ФСБ удалось задержать 8 человек. Розничная стоимость изъятого алкоголя составляет более 3 миллионов рублей. По результатам проведенных мероприятий следственной частью Следственного управления УМВД России по Ульяновской области возбуждено уголовное дело. В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, хранение, сбыт продукции без маркировки в особо крупном размере, наказывается лишением свободы на срок до 6 лет. ЦК МСЧ приказали долго жить. В конце января стали поступать многочисленные обращения от работников учреждения с сообщениями о закрытии поликлиники. Мы выяснили, как решается этот вопрос сегодня. Законодательным собранием прошло совещание по сложившейся ситуации в поликлинике Минсанчасти УАЗ. Суть проблемы заключается в следующем. В конце января стали поступать многочисленные обращения работников предприятия с сообщением о закрытии поликлиники. Причина оказалась несколько, первая из которых – это отказ руководства УАЗ от проведения на базе поликлиники номер один обязательных предварительных медицинских профосмотров своих работников. В январе месяце меня оконодательство заведомило о том, что в 2019 году был проведен тендер на заключение соглашения о проведении профилактических осмотров, которые выиграла наша медицинская организация, а другая. Кроме этого, помещение поликлиники находится в собственности медсанчасти, поэтому учреждение несет дополнительные расходы, связанные с арендной платой, а также возмещением расходов за коммунальные услуги и связи. Цены за коммуналку выросли, соответственно, поднимется и арендная плата. Исходя из этого, деятельность поликлиники в 2019 году становится нерентабельной, а убытки прогнозируются в сумме 7 миллионов рублей. По поводу, касательно арендной платы, о чем сказала Елена Анатольевна, у нас сейчас действуют старые коллективные ставки арендные. Решение по увеличению пока не принято. Это наш внутренний вопрос. Я на самом деле обсуждаю данный вопрос. Что касательно коллектива, сейчас это сказать сложно, потому что мы сегодня только первый день работаем. Итог следующий. Хотя медицинский осмотр работников и переходит в функционал коммерческой медицинской организации Медпрофи, вся лечебная деятельность при этом остается за государственной поликлиникой. Шаговой доступности для работников и ветеранов предприятия. Сегодня ответственно хочу еще раз подтвердить. Поликлиника будет работать так же, как она работала десятилетия. И наши ульяновцы, и ветераны, и работники ульяновского автомобиля привыкли к ее услугам и к месторасположению. А это очень важно. Отметим также, что никаких сокращений среди медперсонала поликлиники номер один не произошло. Поэтому заводское медучреждение начало свою работу в понедельник, 4 февраля в штатном режиме. Пять новых автомобилей скорой помощи и два мобильных ФАПа поступят в лечебное учреждение Ульяновской области. Ключи от машин вручил губернатор. Пять новеньких скорых припаркованы около детской поликлиники номер два в Ульяновске. Совсем скоро машины разъедутся по медучреждениям области. Одна машина отправится в Языково, другая в Сурскую больницу, где готовится к проведению капитального ремонта. Третья машина отправится в Ульяновскую районную больницу, а две оставшиеся останутся в Ульяновске. Эти автомобили класса «Б» для медицинских организаций уже поставляются. Класс «Б» предполагает полное оказание медицинской помощи пострадавшему. Машины оборудованы по новейшему слову техники. В городских поликлиниках такие скорые исполняют функции оказания неотложной помощи. Средства на приобретение автомобилей выделены из резервного фонда председателя правительства Дмитрия Медведева. Кроме пяти карет скорой помощи, две районные больницы получат новенькие мобильные ФАПы. Автомобиль «КамАЗ», оснащенный специальным передвижным помещением для того, чтобы фельдшер, который едет в составе бригады, мог осматривать пациентов малонаселенных пунктов. Это те населенные пункты, где не предусмотрено стационарных фельдшерских пунктов. Передвижные ФАПы отправятся в Меликесскую и Базарно-Созганскую районной больницы. Машины приобретены за счет средств федерального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи». Егор Титов, Юрий Конихин. Новости дня «Ульяновская правда». Главный санитарный врач Министерства обороны Игорь Азаров прокомментировал ситуацию в Ульяновском Суворовском училище. Напомним, что на минувшей неделе у 26 воспитанников Ульяновского училища было диагностировано заболевание хинококос. Представители Минобороны продолжают проводить санитарно-эпидемиологическое расследование. Воспитанники, у которых диагностирована инфекция, получают амбулаторное лечение. Принято решение о дополнительных исследованиях, таких инструментальных исследований, таких как ультразвуковое исследование, компьютерная томография. Как и для чего Большой Брат следит за Ульяновской областью? Почти 7 тысяч обзорно- и обзорных поворотных камер. Цифровые глаза наблюдают за многими значимыми объектами Ульяновской области. Почти 7 тысяч обзорных и обзорно-поворотных видеокамер. Цифровые глаза наблюдают за многими значимыми объектами Ульяновской области. Система видеонаблюдения развернута в регионе для реализации программного комплекса «Безопасный город». Ежедневный мониторинг местности осуществляют 14 специально обученных операторов. Видеонаблюдение ведется за социальными объектами, перекрестками и центральными улицами, а также общественными местами. У нас есть такая возможность. Оператор может выбрать любой интересующий объект. Например, мы выберем городскую поликлинику номер 2. Оператор выбирает камеры, выбирает интересующую камеру и просматривает камеру в режиме реального времени. Также есть возможность просматривать камеру в режиме высокой четкости. Вся система построена по принципу единого информационного пространства и обладает возможностью хранить в течение месяца архив. Этими материалами охотно пользуются в своей работе, например, правоохранительные органы. Только за 2018 год в Единый центр видеонаблюдения от силовых структур поступило 356 запросов. В соседнем кабинете от службы видеонаблюдения располагается Центр обработки вызовов системы 112, созданного в регионе в конце 2017 года. За это время сюда только от жителей Ульяновска поступило свыше 300 тысяч обращений. С января этого года служба заработала в новом режиме. Теперь диспетчеры обслуживают не только областной центр, но и весь регион. Любой позвонивший по номеру 112, находящийся в любой точке Ульяновской области, попадает именно сюда, в Центр обработки вызовов. И отсюда оператор самостоятельно принимает решение, какие службы назначить для оказания помощи населению Ульяновской области. Это принцип одного окна. Главное правило Центра – мгновенная реакция. Решить, какие службы спасения нужно отправить на место ЧП, специалист колл-центра должен в течение одной минуты. В службе 112 трудятся в четыре смены, в каждой из них по 9 человек. Некоторые диспетчеры должны знать по два языка. Это не английский, а, например, татарский или чувашский. Регион там многонациональный. Пришла сюда, потому что хотела помогать людям, потому что 112 нам действительно помогает людям. Звонки все проходят через программу, через наушники мы все это прослушаем, все звонки у нас прописываются. 4 февраля Центр обработки вызовов и видеонаблюдения посетил Сергей Морозов. Главу региона интересовали условия труда специалистов и само техническое оснащение. По итогу губернатор дал поручение. Еженедельное составление так называемых историй успеха служб. Наиболее яркий момент, который ваша служба отмечает с точки зрения положительного влияния на обстановку в Ульяновской области. Они многим успевают помогать, достаточно быстро помогают реагировать. Поэтому такие факты должны быть достоянием общественности. Отметим, что звонок на номер 112 бесплатный. Дозвониться до службы можно при нулевом балансе, при заблокированной сим-карте и даже при ее отсутствии. Линат Алиулова, Руслан Баталов, новости Ульяновской правды. В областном центре продолжаются проверки газового оборудования. В Ленинском районе предстоит проверить больше тысячи квартир. В приоритете многодетные семьи, инвалиды и пенсионеры. Замечания в основном устаревшие газовые оборудования. В одном месте у нас проводилось отключение колонки по причине забитого дымового и вентиляционного канала. Комиссия состоит из сотрудников администрации и филиала «Газпром» газораспределения «Ульяновск». Ими уже выдано 11 предписаний на устранение нарушений. Горожан инструктируют о правильном использовании газовых приборов и проверяют наличие документов на эксплуатацию внутридомового газового оборудования. 5 февраля Евгению Михайловичу Чучкалову, почетному гражданину Ульяновской области и заслуженному врачу России, исполнилось бы 100 лет. Ульяновская область вспоминает легендарного врача. 5 февраля Евгению Михайловичу Чучкалову, почетному гражданину Ульяновской области, заслуженному врачу России, исполнилось бы 100 лет со дня рождения. 13 лет назад он ушел из жизни. Именно Евгений Михайлович открыл целебный ундоровский минеральный источник, который был буквально возрожден после полуторавекового забвения. Он стал инициатором промышленного выпуска этой уникальной воды – развития ундоровской курортной зоны, создания там областного реабилитационного центра ветеранов войн. В своих брошюрах Чучкалов подробно описывал полезные свойства воды, бьющей из ундоровской и симбирской земли. Все его рукописи представлены в музее Ульяновского госпиталя ветеранов войн. Екатерина Александровна Войчулис, которая сегодня является директором музея, была одной из первых помощниц Евгения Михайловича в его непростой работе. Сохранилась фотография, размещенная на обложке одной из книг, где они сидят вместе в лаборатории. Он всегда верил в то, что вода имеет очень большое будущее. И он старался создать центр в Ундорах. Он неоднократно ездил в Москву для того, чтобы помогли создать там этот центр. Все свои открытия Евгений Михайлович сделал, работая и возглавляя областную больницу номер 2. В народе ее называли Обкомовской. Там лечился весь партапарат области. Этому лечебному учреждению он посвятил более 30 лет. При деятельном участии Чучкалова в учреждении появилась современная аппаратура. Было построено новое здание. При нем в области впервые были внедрены такие инновации, как применение аэрозольных ингаляций, эндоскопии верхних отделов желудочно-кишечного тракта, лечение солнечным импульсом, инфракрасным облучением, ионизированным воздухом. Человек был ответственный. Он приходил на работу в 7 часов утра, и он уже до этого проплыл в бассейне, например, уже 50 или там больше метров, и в 7 часов был уже на работе. Проходил. У него всегда были халаты белоснежные, накрахмаленные. Всегда и требовал это от сотрудников, чтобы все были хорошо выглядели, все хорошо одеты, все было с иголочки. Потом, значит, когда он уходил с работы, это было 9 часов, не раньше. Он обходил все отделения больницы и все спрашивал, кого, какие есть проблемы. Врач от Бога собрал вокруг себя высокопрофессиональный дружный коллектив. Некоторые до сих пор работают в той самой больнице. Правда, теперь она называется третьим отделением Ульяновского областного клинического центра специализированных видов медицинской помощи имени заслуженного врача России Евгения Михайловича Чучкалова. Евгений Михайлович был очень заботливым главным врачом, он был очень заботливым, так сказать, нашим руководителем и папой. Очень хорошо передавались традиции, вот это наставничество, и вот потому, что это наставничество настолько было развито и передавалось уже опытными медицинскими сестрами, там, врачами. И коллектив был вот как одно, единое целое. 6 февраля во Дворце творчества молодежи состоится честование легендарного врача, презентация книги с его воспоминаниями и конверта, посвященного юбилейной дате Евгения Михайловича Чучкалова. Ирина Антонова, Александр Кудряшов, новости Ульяновской правды. Как приготовить вкусную, а главное натуральную колбасу, а также соединить соседей одним полезным делом, знают в селе Тушна Сенгелеевского района. Чтобы перерабатывать свою продукцию, местные фермеры создали кооператив. Что из этого получилось в нашем материале? Сельскохозяйственный кооператив в селе Тушна Сенгелеевского района – производство молодое и перспективное. Два года назад несколько местных фермеров решили объединить усилия и создать общую площадку, на которой они смогли бы перерабатывать свою продукцию. Сказано, сделано. В феврале 2017 года был официально создан Тушнинский кооператив. Сейчас в объединение входит 16 владельцев личных подсобных хозяйств, 3 крестьянско-фермерских хозяйства и 2 юридических лица. Местные жители сдают мясо и молоко, а кооператив занимается переработкой полученного сырья. Через год приняли участие в комиссии по получению грантов. Получили 3 миллиона. Большое спасибо министерству сельского хозяйства. На выделенную сумму кооператоры полностью обновили колбасный цех, закупили оборудование и отремонтировали помещение. Из натурального сырья получаются копченые, вареные колбасы, сосиски, сардельки и ветчина. Продукцию фермеры реализуют на сельскохозяйственных ярмарках и в местных магазинах. Планы у кооператоров масштабные, в том числе и обновление молочного цеха. В молочном цехе хотим заменить линию на более экономичную, потому что у нас до этого было на мощности большие, то есть там до 10 тысяч тонн. Энергоемкое оборудование, очень тяжелое, очень дорогое все. Хотим сейчас обновить, облегчить, так сказать, до 3-4 тонн. Кстати, желание вступить в Тушнинский кооператив изъявили и другие фермеры из Сенгелеевского, Вишкаемского и Теренгульского районов. Дарья Судрева, Юрий Тимонин, новости Ульяновской правды. Журнал «Симбирск» объединил писателей и поэтов из разных концов света. В библиотеке имени Кирова прошел ежегодный вечер литературного журнала, входящего в издательский дом «Ульяновская правда». В Ульяновске прошел ежегодный вечер литературного журнала «Симбирск». В Центральной городской библиотеке имени Гончарова собрались писатели, художники и творческая интеллигенция. Открыла вечер главный редактор журнала Елена Кувшинникова, которая немного рассказала об издании и подвела итоги за прошедший год. Мы много места и времени уделяем, места в журнале и времени творческого общения уделяем нашим сегодняшним писателям, ульяновским прозаикам и поэтам. Литературный журнал «Симбирск» – это региональное периодическое издание, которое издается с 1990 года. Это почти 30 лет. Его основная цель состоит в объединении всех литературных сил региона. И, как отметил председатель регионального отделения Союза писателей России Илья Таранов, журнал необходим для продвижения творчества писателей. Писатели, художники, публицисты, наверное, я бы тоже сказал, они как трудолюбивые пчелы, пишут, трудятся, и их труд должен быть оценен. В первую очередь, конечно, самим автором для себя и читателем. Но вот журнал как раз является таким средством, наверное, оценки, продвижения, творчества. На страницах журнала «Симбирск» можно прочитать произведения как известных мастеров слова, так и начинающих авторов. Молодые поэты и писатели тоже присутствовали на вечере. Есть рубрика «Молодые голоса», в которой публикуются молодые литераторы Ульяновской области. Но публикуются не только ульяновские литераторы, публикуются и литераторы других городов. Например, летом у нас было Всероссийское совещание молодых литераторов на родине Гончарова. Но по его итогам тоже молодые авторы были опубликованы в журнале из других городов, из других регионов. Это очень хорошо, что журнал не только региональный, а что он приобретает всероссийскую славу и известность. Авторы публикации не остались без подарков. За активное сотрудничество с журналом их наградили грамотами от издательского дома «Ульяновская правда» и Ульяновской организации «Союза писателей России». Ирина Антонова, Александр Кудряшов. Новости Ульяновской правды. Это все новости на сегодня. Смотрите нас на информационном портале ulpravda.ru 18.50. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова